Девушки отдыхают чтобы назвать их кошечками лапушками и зайчиками и 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 из Буранова. А сегодня я Бурановский дедушка и представляю мужин Буранова, ибо когда поют бабушки, можно задать такой вопрос. Бабушки поют тогда, когда работают дедушки. Вот результат моего труда. Его я показываю в музее Буранова. Так же, как Ивар, я купил старый дом, которому в прошлом году 100 лет исполнилось. Его восстановил и там показываю то, что я наделал за свою жизнь. Уже пора собирать камни. Приходится из переполненной мастерской сделать какую-то галерею. И вот часть работы я тут показал. Это разные периоды жизни. Даже птичка поет по-разному весной, зимой, летом. А сюда я привез конечно войлок, потому что однажды оказалось, что моя фамилия переводится с греческого как войлок. Можете себе представить. А для России войлок это валенки. И даже в центре моего имени, где-то там есть логотипы, живет валенок. А в переводе с русского фамилия произошла от слова пила, пью и буду пить. Что с именем валенка тоже в общем-то неразделимо. Вот. Здесь я показываю обувь, головные уборы и даже сказки. Я пишу сказки о валенках войлоке. Вот так получилось, что ничего больше из меня толкового не получается, кроме этого. Там есть удмурские сказки, русские. и даже появились целый ряд сказок, которые родились в разных странах. Я читаю лекции о волоконном текстиле. Кстати, вот у вас платье на самом деле сделано из войлока. Можно тут об этом разговаривать, но вот действительно в этом секрет. И с этой теорией о войлоке я проехал половину земного шара. А начиная от Новой Мексики, кончая Новой Зеландии. И там рожжались сказки. Вот эстонской сказки у меня только нет. Может быть она появится после этого путешествия. Ну конечно в каждой сказке я главный герой. В финской сказке я Алексей Пеленайнен, в английской я Пеленсон, в немецкой Пеленберг, в новозеландской я Пилипилиума, а в китайской я Принцесса Пи Лин. Как-то складывается такая песня, и я не отказываюсь чирикую. А вот последний период это изделие вот такая шляпка из готового войлока. как бы по жизни получается, что ты уже о чем-то узнал достаточно много и оставляешь тему, занимаешься чем-то другим. Я рад, что вот шляпка пришлась сказать ворон, и вам понравилось. Тем более, что с Эстонией, вот я если еще дождь, я скажу, что вот с Эстонией началась какая-то вот такая вот зависть и уважение к декоративно-прикладному искусству. И именно с Эстонией показать это солнцем в Финляндии я делал, хотелось еще в Японии. Вот как-то три страны. Эстония, Финляндия и в Японии надо еще пожить немножечко, чтобы еще где-то оттолкнуться, что-то сделать. Вот собственно говоря, малюсенькая выставка, и что тут больше говорить. Вот эти шляпы на первый взгляд, ну для россиян по крайней мере кажутся странными. Никто не хочет надевать их и носить как бы вот в такой обыденной жизни, хотя мне кажется, что это можно делать, ибо в жизни должно быть место хорошему настроению, шуткам. И вот прошло столько времени, и люди только сейчас готовы надеть то, что чуть отличается от трендов, от той моды. Спасибо вам, что вы смелы. с так. И так! Ни муду ввыб кандал. Ни млади. Хуммель пароадиле! Угу. Угу. Я не знаю, что это просто улетел. Не знаю, какой-то ибавлазит, но он любит. В общем, что он не пытается сделать. Да, он может сделать. Ну, это и умор, когда вы смотрите... ...как, как... Да, да. Да, да, да. Может быть. Может быть еще улетел? сидеть и пили.